В Крыму нашли окаменелость и крупнейшая птица Северного полушария. Палеонтология раскопки 3 часа 27 июнь 2019 сложность 2.5. В Крыму нашли окаменелость и крупнейшая птица Северного полушария. В представлении художника Андрея Тучин. Российские палеонтологи нашли в Крыму окаменелость и крупнейшая птица Северного полушария, сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology. Она была втрое крупнее страуса и весила около 450 килограммов. Эти птицы жили в одно время и в одном регионе с древнейшими людьми, 1,5-1,8 миллиона лет назад. Нелетающие и пиарнисовые птицы, обитавшие на острове Мадагаскар в четвертичном периоде, он начался около 2,5 миллионов лет назад, были одними из крупнейших на планете птиц. Самая большая из них, Ворамбтайтен, весила примерно 640 килограммов. Ненамного уступали пиарнисовым жившая в Австралии и на Тасмании Драморните. Да и хищные птицы, весившие до 500 килограммов. Птицы из Северного полушария таких впечатляющих размеров не достигали. Гастарнитиды, жившие в Евразии и Северной Америке 40-60 миллионов лет назад, предположительно, весили до 200 килограммов. А вес крупнейших из ныне живущих птиц, африканских страусов, не превышает 160 килограммов. Но недавно российские палеонтологи под руководством Никиты Зеленкова из Палеонтологического института имени Борисика нашли в Крыму окаменелости огромной птицы, размеры которой были втрое больше страуса. Их нашли в Карстовой пещере Таврида, которая была открыта лишь в прошлом году, во время прокладки федеральной трассы. Помимо правой бедренной кости нелетающей птицы ученые нашли в пещере останки южного мамонта, носорога и лосмотерия, вымерших представителей семейства оленевых, лошадей, псовых, хищных гомотериев, гигантских гепардов и гиен. По окаменелостям вымершего быка Лептобоса и обезона, живших в то же время, ученые определили возраст останков 1,5-1,8 миллиона лет. Патчеструфио дманизенсис весила около 450 килограммов, что делает ее крупнейшей птицей когда-либо жившей в северном полушарии. По сравнению с Эпиарнисамиу, пи.дманизенсис были более изящные и длинные конечности, и, по всей видимости, они довольно хорошо бегали. Это неудивительно, если учесть, находки в пещере Таврида, птицы жили в окружении крупных хищников. С другой стороны, дманизенсисы были тяжелее, чем страусы, и, по-видимому, уступали им в скорости. Предположительно, сравнительно недалеко от пи.дманизенсис на территории современной Венгрии обитали их родственники. Авторы статьи отмечают, что дманизенсисы жили одновременно с древнейшими представителями рода. Останки древнейших на территории Европы людей, живших 1,78-1,85 миллиона лет назад, были найдены в грузинском городе Дманизси. Хорошо ли видели жившие в Крыму гигантские птицы, ученые пока не знают. А вот и пиарнисовые птицы, по-видимому, вели ночной образ жизни и были почти слепыми. Как показал анализ отпечатков эндокрана, зрительная кора у них была уменьшена, по сравнению с другими бескелевыми птицами, а обонятельные луковицы, наоборот, увеличены. Екатерина Русакова